Перегрузка Для того, чтобы продолжить разговор про наследование и поговорить про переопределение методов, надо сначала вспомнить, что такое перегрузка. Напомню, перегрузка — это возможность определить несколько функций с одним и тем же именем, но различными типами параметров. При вызове такой функции по имени, компилятор будет выбирать наиболее подходящую из одноименных функций, основываясь на типе и количестве аргументов, которые были переданы в эту функцию при вызове. Возможность перегрузки — это отличительная возможность языка C++ по отношению к языку C. То есть в языке C перегрузки нет, и там каждая функция должна иметь уникальное имя. В языке C++ можем определить несколько функций с одним и тем же именем. Например, можно определить функцию возведения в квадрат, функцию square, которая работает с типом double, и наряду с ней определить функцию square с тем же самым именем, но работающую с типом int. Эти две функции могут существовать параллельно в программе, и при вызове функции square по имени будет подбираться наиболее подходящая функция, основываясь на типе аргумента, который был передан в эту функцию при вызове. Например, если мы вызовем функцию square от целочисленного литерала, от четверки, то будет вызвана функция square от int, потому что целочисленный литерал имеет тип int. Аналогично, если мы вызовем функцию square от литерала типа double, от литерала в плавающей точке, то в данном случае будет вызвана функция square от double. Важно отметить, что при перегрузке не учитывается тип возвращаемого значения, поэтому если мы вызовем функцию square от целочисленного значения, но будем ожидать, что нам вернется double, то эта информация будет проигнорирована. будет вызвана функция square от int, а ее возвращаемое значение будет преобразовано к типу double. Аналогично произойдет, если мы вызовем функцию square от значения типа double, но будем ожидать в качестве возвращаемого значения получить значение типа int. В этом случае будет вызвана функция square от double, а возвращаемое значение будет сконвертировано к целочисленному типу int. Если тип значения, которое передано в функцию square, не будет соответствовать какому-то конкретному типу, то есть это будет не double и не int, то компилятор в этом случае постарается подобрать не более подходящее. В данном случае мы вызываем функцию square от значения 2.71f, значение этого литерала это тип float. В данном случае компилятор решит, что более правильно сконвертировать тип float, тип с плавающей точкой, к типу double, и поэтому в данном случае будет вызвана функция square от double, а ее возвращаемое значение будет преобразовано к типу float. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok